Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Мы с вами продолжаем рисовать эскизы и уже ого-го, 82 эскиз. А сегодня будем рисовать топ. Но не просто топ, а на многих маленьких лямочках. Такое дело достаточно сложное, но давайте мы с вами попробуем это все сделать, получить от этого удовольствие. Есть у меня одна идейка, как это удобно нарисовать. Давайте мы это и проверим. Я не имею такой особенности, что заранее тут все супер вырисовывать, поэтому сейчас прям с вами и все опробуем. Сработает моя теория или нет? Нарисуем топ. Я использую шаблон. Вообще для нижнего белья он у меня называется, этот шаблон. Но можно использовать и другие. Просто это мне кажется более удобным для того, чтобы рисовать такого плана вещи. Так, и вот у меня такая будет блузочка. Она будет достаточно коротенькая. Она будет свободная. И вот здесь будут всякие такие вот штучки. Немножечко там у меня вот скривление неправильное. Сейчас мы уберем. Потому что очень хотелось бы, чтобы вот эти линии были прям вот волшебные. Ну и вот сюда уйти. Отсюда потом мы с вами сделаем раззеркаливание. Можно рисовать симметрично, можно рисовать асимметрично. Я как человек достаточно ленивый в этом вопросе, предпочитаю рисовать симметрично. А вы можете выбрать свой вариант, какой вам больше нравится. Так, сейчас откроем. Чтобы не было у нас тут с вами никаких штук. То, что лишнее, удалим. Там какая-то лишняя точка. Вот она нам все портит. Давайте посмотрим, что тут у нас произошло. Основу мы с вами уже сделали. Так что теперь можем просто поправить то, что тут происходит. Немножечко вот здесь вот поглазить, сделать это все более мягеньким. Да, чтобы оно так вот все было приятненько, гладенько и все остальное. Так. Соответственно. Здесь вот тоже сделаем минус. Вот такая штучка. Вот здесь тоже некрасиво. Исправляем. Так, что будет здесь еще по низу? О чем бы нам надо с вами не забыть. Ненавижу это делать. Но без этого особой красоты не получается. Это то, что мы с вами видим. Это вот эти вот складочки. У складочки есть обратная сторона. Она не пустая. Там будет кусочек ткани виден. Вот эти кусочки нам с вами обязательно нужно туда вернуть. Потому что мы глазками это будем видеть. Значит, визуально оно все там должно быть. Единственное, что важно. Эти все кусочки, чтобы они у вас не выпячивались. А были всегда на заднем плане. Тогда будет все хорошо, спокойно смотреться. Вот такая история. Теперь, конечно же... Я же не могла просто выбрать, да? Мне нужны здесь складочки. Сейчас мы нарисуем складочки. Начала говорить про тесемочки. Начала рисовать складочки. Ну, нормально все, да? Сейчас все будет. Сначала рисуем свободную часть. Потом все остальное. Так, как у нас будут здесь с вами распределяться тени? Да, очень логично они будут распределяться. Они будут находиться вот здесь. Внутри. Вот то, что я не люблю, то и произошло. Создаем новый слой. Это блокируем. Рисуем всю эту красоту на новом слой. Потому что цепляет она. Это ерунда. Не люблю, когда цепляет. Прям очень неприятно. Цепляет линию, по которой нарисована складка. Это прям вот... Брр! Сейчас мы их отдельно быстренько нарисуем. На отдельном слое. Чтобы ничего никуда не цеплялось. И вот эти теневые части складочек мы с вами обозначаем. Вот эту вот теневую часть. Можно, конечно, потом гребень складки обозначить более светлым. Вообще сделать игру светотени. Но, как правило, этого не требуется. Достаточно вот такого базового обозначения. Вот оно у нас все получилось. Вот они наши складки. Мы их сгруппируем. Зальем черным. Получим ужас. И сделаем им хорошую непрозрачность. Вот они у нас. Уже не ужас. А очень даже мило. Но пока смотрится жутко. Ctrl-C. Delete. Ctrl-F. И теперь выбираем наши с вами линии. Потому что пока это не линии, а топорики. Топорики это не здорово. Линии должны быть приятные. Сгруппировать. Делаем им приятный силуэт. И, оп, крыса там. Так, вот здесь мне не нравится форма. Она не совсем правильная. Я там пока отвлекалась на то, что отвлекалась. Так, вот здесь должна быть плоская площадка. Сверху на нее мы будем крепить тесемочки. Вот. Немножечко отвлеклась на ту красоту, которая у нас получается снизу. Ну и, в общем, он же должен быть такой свободный, летящий. Вот мы на свободу и на полет отвлеклись. Вот здесь тоже вот так оно должно лететь. И сейчас смотрите, какой сделаю финтушами. Вот эту точку мы с вами вот туда так, оп. И кусочек вот здесь такой вот нарисуем. А зачем, вы спросите? А для того, что вроде как он туда-назад уходит. Мы его монтаж на задний план. Сейчас все будет понятно. Зачем нам эта красота? Вот он ушел на задний план. Он будет чуть темнее. Скажем вот так. И вот эти все кусочки, которые у нас с вами тут есть, тоже мы их чуть-чуть темнее сделаем, чем основа. И они тогда будут просто великолепны. Там будут сзади нам подмигивать и делать вид, что оно все такое из себя объемное. Так, давайте вот эту часть все-таки поменьше сделаем. Так, и вот так. Вот она туда так хлоп. И уходит. Вот так. Вроде есть, а вроде нет. Так. Посмотрим просто, в каком моменте будет более гармонично смотреться. Вот так. То есть, она туда у нас убегает. По спинке не обязательно же клинышем будет. Скорее всего, он будет ровненький. Наверное, можно даже вот эту вот штучку сделать еще потоньше. На 0,3, например. Да, еще приятнее смотрится. Хорошо. Так, ну что, теперь давайте это все... И вот эти две части сольем таки окном. Обработка контуров. Слить. Что произошло? Вот, кстати, многие мне пишут, что у меня все пропало. Что же мне делать? Да ничего никуда у вас не пропало. Вон оно там все внутри. Просто эта часть слилась и встала наверх. Теперь берем контрл, квадратную скобочку и... Вон она вылезла. А вот эту часть на самый зад. Зад, зад, зад. Вот. Ну и все нормально. Все на местах. В Багдаде все спокойно. Не надо так переживать. Единственное, что мне не очень нравится, это то, что вот здесь не хватает немножечко притальности некоторой. Вот так бы хотелось. Ну, то есть, чтобы она, конечно, размахаечка, но вот тут вот по груди она все-таки примахивалась к основе, мой хороший. Вот так. Асимметрия появилась. Так, здесь тоже вот эту точку надо отсюда убрать и углубить вот эту ерунду. Чтобы она была максимально симметричная. Вот. А теперь будем с вами колдовать. Есть у нас тут такая кисть, называется она Клякса. Но я боюсь, что сейчас без планшета я с ней не справлюсь. Давайте попробуем. Да. Скорее всего, не справлюсь я с ней. Ну, попытка не пытка. Очень кривенько она мне дается. Нет, не получится у меня ничего. Тогда будем делать по-другому. Тогда берем обычную линию. Что она делает? Что такое кисть Клякса? Почему я ее хотела? Когда вы рисуете кистью Кляксой, она становится объектом. То есть, то, что вы нарисовали кистью Кляксой, становится объектом. Но нарисовать ей просто так будет достаточно сложно. Тогда мы сейчас сделаем с вами по-другому. Раз. У меня должно быть три полосочки. Параллельные друг к другу. Рассказываю один маленький секрет. Как рисовать, когда у нас много завязочек. Давайте даже четыре сделаем. Должны они у нас быть. Все одинаковые толщины. Все ровненькие. Ужас. Как это все нам с вами сотворить? Вот оно вот так у нас на шею все приходит. Здесь как-то оно так немножечко будет присобираться, естественно. И можно было бы и линиями оставить. Но лучше, чтобы оно было объектами. И вот оно, наверное, должно быть и потолще. Правда? Ну, конечно, тонкие хорошо. Вот. Это вот у нас одна часть. Блокируем слой, создаем новый. И вот будем делать вид, что от этих штук у нас вот туда, вглубь. Ну, там к спинке где-то. Эта штука цепляется. Мы сейчас, когда слои закончим, оно там все будет хорошо себя чувствовать. Так, раз, два, три и четыре. Что бы мне хотелось и что меня здесь в этом во всем не очень устраивает? Хотелось бы, чтобы это были объекты. Чтобы линии были с одинаковой толщиной. Как нам эту красоту всю с вами провернуть? Ну, во-первых, давайте мы это все выберем. Сделаем у них кругляшки по краям. И вот здесь их, конечно же, соединим. Чтобы вот этого безобразия, которое мы сейчас с вами видим, у нас с вами не было. Потому что, ну, это ай-яй-яй. Вот оно должно вот так совпасть. Вот так. Ну, чтобы, видите, краешки были ровные. Ну, там же вроде как перегиб. Присовать острый перегиб не очень красиво. А вот так вот вполне себе ничего. Вот. Теперь мы отцу выбираем. Объект. И вот здесь у нас есть контур. Преобразовать обводку в кривые. Были линии, а стали объекты. Представляете? Еще раз. Видите, линии. И работать с ними можно как с линиями. Контур. Преобразовать обводку в кривые. И стали объекты. Соответственно, теперь я с ними могу делать все то же самое, что с обычными объектами. Так, давайте мы их сделаем здесь серенькими. А здесь посветлее серенькие. Идем на задний план. Копируем. Ctrl-C. Делейт. Убираем два технических рабочих слоя. И внедряем в наш эскиз. Ctrl-B. Вот. Вот эту часть мы уводим назад. Поскольку это тесемочки, мы им сейчас сделаем линию контура. Так вот очень грубо. 0,25. Смотрите, какая прелесть. И раззеркалим всю эту красоту. Чипок. Вот такая история. Представляете, как можно незамысловато нарисовать вот такую сложную. И абсолютно ровные. На каждом же, смотрите, вот абсолютно ровная ширина. И это объекты. А не кисти. Вот. Век живей, век учись. Я тоже не все сама придумывала. Не надо думать, что я какой-то там супергений. Я тоже подсматриваю много вещей. Но вот эти вот. Можно тоже самое объектной кистью нарисовать. Но с объектной кистью нужен планшет. А здесь мы с вами справились без планшета. Мы с вами сначала нарисовали контуры. Соответственно. А потом мы их сделали объектами. И вот такая красота у нас с вами получилась. На мой взгляд, очень даже. Ну и давайте каким-нибудь, например, нежно-голубым все это покрасим. Таким нежно-нежно-голубым. Сейчас. Такой вот прям. Прелестный нежно-голубой цвет. Вот здесь опять встает вопрос с тенями. И будет все то же самое, что я и говорила. Смотрите, удобно, что они у нас сгруппированы. Выбираем их тоже голубым. И даем их вот таким оттенком. Сразу будет лучше, чем с серым. А эти штучки мы с вами можем покрасить тем цветом, каким мы хотим. Можем тоже голубым. Можем не голубым. То есть они могут быть из основной ткани. Ну, в общем, чем вам там нравится, тем и красите. Соответственно. Оп. И вот здесь вот низушечки надо обратить внимание. Потому что вот эти серенькие штучки, которые мы вроде как видим. Вот эти вот маленькие штучечки, которые занимают время, но которые дают красоту эскизу. Должны быть тоже темно-серенькими. Не темно-серенькими, а вот чуть темнее основной ткани. Чтобы показать, что они вроде как из основной, но там внутри. Вот такая история. И, в общем-то, это то, что я вам хотела показать. Складочки я рисую в последнее время, потому что меня о них спрашивают. И многие хотят их видеть. А вот с полосочками. И это я вам решила показать, потому что интересная история. На этом все. Не забывайте поставить лайк или дизлайк данному видео. Подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео, которые постоянно выходят. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.